Поставлять качественную баранину на казахстанский и зарубежный рынок. Такую планку ставит перед собой Северный Казахстан. У нашей области огромный потенциал по развитию овцеводства, который мы, к сожалению, не используем. Пока на днях в регионе приняли программу развития овцеводства до 2030 года. Как планируют увеличивать поголовье и поддерживать начинающих животноводов, расскажем в следующем сюжете. Северный Казахстан Программа включает в себя увеличение поголовья овец. Предусмотрено три вида финансирования. Что включает эти виды финансирования? В принципе, они все примерно одинаковые. Они подразумевают 6% годовую ставку от 5 до 7 лет срок кредитования с льготным периодом погашения кредита. Скоро станет доступен новый механизм через микрофинансовую организацию «Атамикен Казалжар». Это при Палате предпринимателей. Сейчас прорабатывают вопросы по залогу. А вот через СПК или фонд финансовой поддержки прокредитоваться можно уже сейчас. Двое североказахстанских бизнесмена недавно воспользовались такой возможностью. А вообще планируют, что овцеводство приобретет оттенок семейного малого бизнеса. Не больше 100 голов в каждом дворе. Мы планируем, что заниматься этим будут у нас переселенцы с южных регионов страны. Так как они переселяются, у них есть богатый опыт в разведении овец. Мы планируем этот опыт использовать для того, чтобы увеличить поголовье и чтобы североказстанская область обеспечивала всю республику Казахстан и не только республику Казахстану, но и ближнее зарубежье качественным, хорошим мясом баранины. А там и подхватят остальные. Учитывая огромные пастбища, географическое положение, логистику региона, овцеводство – это отличный старт для бизнеса в сельской местности, говорят в Палате предпринимателей. Упор в нашей области сделают на Эдильбаевской породе. Она отлично адаптирована для северного Казахстана. Ее разведением сейчас занимаются четыре крупных хозяйства. Они сыграют роль племь репродукторов для остальных. На базе этих предприятий мы будем развивать уже мелких фермерских, семейные предприятия. То есть у нас сейчас идет программа, как вы знаете, Палатой предпринимателей идет обучение по программе «Бастау бизнес». И мы тоже планируем, что выпускники программы «Бастау бизнес» будут финансироваться через, как я сказал, три механизма кредитования, брать овец и будут выращивать. Будут брать у этих четырех, которые уже как племенные хозяйства. Еще советские специалисты посчитали, что на территории Казахстана можно одновременно содержать 50 миллионов овец. Если сейчас наша страна сумеет довести свое поголовье до этого количества, то войдет в топ-5 стран мира. Айгири Мукашева, Михаил Казначеев, Новость Семтерка.